Здание клуба было построено почти 50 лет назад, в 1972 году. Нынешний капитальный ремонт стоимостью почти 3 миллиона рублей, первый в его истории. До ремонта дом культуры находился в плачевном состоянии. Окна были деревянные, полы были на заплатках, потолки обваливались, полы деревянные и дырами все изгнили. Работы у нас провели, поставили окна пластиковые, потолки навесные сделали, полы заменили, двери поставили пластиковые, железные, межкомнатные двери тоже деревянные поставили. Взрослые дети собрались в клубе, чтобы не только отпраздновать день поселка, но и оценить качество ремонта. Конечно, главная оценка от артистов, которые выступают на сцене. Полы лучше сдали, теперь можно движение нормально сделать, не запинаться. Кадриль, например, вот мы танцуем, мы все время полы ударялись, и нам больно было. Светло здесь стало, тепло, красиво, уютно. Наконец-то мы дождались, долго ждали. Задуманное наше сбудется, будем выступать, ездить по другим селам. На торжественное событие приехали и гости из краевой столицы, среди которых министр культуры Забайкальского края Татьяна Цемпилова. Мы сегодня открываем первый дом культуры, который мы отремонтировали в рамках плана социального развития центров экономического роста. Сегодня мы получили практически новый дом культуры. И очень отрадно видеть лица, в первую очередь, конечно, тех работников, которые здесь будут работать, насколько они воодушевлены. Пока в обновленном клубе еще нет новых кресел, но уже в 2020 году для дома культуры их планируют приобрести. Будут также куплены одежда, сцены, световое и звуковое оборудование. В настоящее время администрация района готовит документы для участия в конкурсном отборе. На данные дом культуры первоначальная сметная стоимость была около 4 миллионов, по итогам торгов 3 миллиона. Стоимость работы обошлась буквально за три месяца. Подрядчик закончил все работы. Ремонт клуба стал возможен благодаря включению в план социального развития центров экономического роста Забайкальского края. В текущем году проводится капремонт еще 12 сельских клубов в рамках реализации национального проекта «Культура». Серафима Ляхова, Максим Лобачев. Время новостей.